Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем тему «Жизнь после кризиса». И решили посвятить эту программу тому, как иностранные инвесторы, в частности российские, чувствуют себя после кризиса, работая в Латвии и развивая здесь свои проекты. И мы пригласили поучаствовать в нашей программе Геннадия Бакунина, который является автором концепта производства складных домиков, домиков-трансформеров, которые буквально на одной фуре можно перевезти куда угодно и возить с собой, как, наверное, улитка таскает за собой домик. Примерно. Добрый день, Геннадий. Он у нас в студии сегодня. Да, и мы свяжемся по телефону с основательницей кондитерской фабрики «Победа», которая открыла своё производство в Эдспасе несколько лет назад. И вот буквально неделю назад провела такую благотворительную акцию, раздав шоколад своей новой серии детским домам, семьям и так далее, презентовав тем самым серию, которая как раз вызревала, наверное, в течение нескольких лет, но вдруг оказалась кстати во время кризиса, потому что это серия оздоровительного шоколада. Наш звукорежиссёр Евгений Копеин сейчас попробует набрать Ольгу Муравьёву, это основательница бренда «Победа вкуса», по телефону. Она находится в Москве, вот, и мы спросим у неё, как создавался этот инновационный продукт. Вообще у нас получается сегодня тема инновационная, потому что и Геннадий, он приехал в Латвию по так называемой стартап-визе, которая предполагает развитие какого-то нового производства. И как раз это производство, он считает, наиболее успешно можно развивать в Латвии, потому что это рынок, где есть доступная что, древесина, доступные что, технологии какие-то? Специалисты. Специалисты. Вот, и самое главное, что произошло за время кризиса, это мозговой штурм, наверное, да, Геннадий? Безусловно, времени на улучшить технологию было более чем достаточно, и мы им воспользовались в волю. То есть ваш стандартный домик вообще-то был, вот я смотрела видео на вашем сайте, он был такой, ну, бунгало, наверное, в каких-то таких терминах прошлого можно его назвать. То есть он небольшой, буквально там 30 квадратных метров. Да, мы начали с домиков от 20 до 45 метров с острой крышей, и в течение зимы мы сделали еще два дизайна, которые стали выглядеть более современными, но менее эффективными по складыванию. И за время карантина мы смогли придумать домики, которые масштабируются из вот этих новых дизайнов 50, 100, 150 метров, без особых сложностей, при этом сохраняют ту же степень мобильности. Ну, как я понимаю, в вашем начинании большую роль сыграло Латвийское агентство инвестиций и развития. Именно оно фактически курирует эту программу стартапов, вот, в том числе с участием иностранных инвесторов, каковым вы являетесь в данном случае. Вот, как происходили коммуникации с этой организацией в течение пандемии, во время пандемии? Самое интересное заключается в том, что мы съездили в Германию перед самой пандемией, а там отменилась большая туристическая выставка, где мы надеялись найти много интересных клиентов, но нам удалось встретиться с представителем Латвийского агентства инвестиций и инноваций, и очень интересно пообщаться пару часов, в результате чего… Как его зовут? Его зовут Хельмут. И в результате этого общения в течение недели мы смогли заключить контракт с Леей об экспортной поддержке, информационной поддержке на участие в выставках, поддержке на исследования третьими компаниями и так далее. Хорошо. У нас сейчас есть на связи Ольга Муравьева, на связи из Москвы, основательница бренда «Победа вкуса» и разработчик фактически всех новых продуктов из шоколада и разнообразных какао-бобов. Ольга, слушаете вы? Вы нас слышите? Алло, да, я вас слышу. Добрый день, Ольга. Итак, мы сегодня обсуждаем тему жизни после кризиса и о том, как чувствуют себя иностранные инвесторы, в частности российские, в нашем изменившемся мире. И то, что вы как раз буквально несколько недель назад представили новую серию своей продукции, серию оздоровительную, нацеленную на красоту и так далее, и так далее. Вот это так совпало, что продукт созрел именно тогда, когда люди потянулись к чему-то настоящему? Или, ну, это специально вы там во время COVID-19 поднажали и запустили в серию эту продукцию? Добрый день. Я хочу ответить на этот вопрос таким образом. Мы разрабатывали этот продукт раньше, до наступления пандемии, потому что мы обратили внимание на то, что люди за последние пять лет больше стали уделять внимание своему здоровью и здоровью своих близких. Люди меньше стали потреблять сахара и больше стали потреблять полезных продуктов. Поэтому инновационный продукт Charged шоколад с полезными добавками был разработан раньше. Ну, то есть, в переводе, Ольга, это в переводе с английского «позарядись» типа? Заряженный. Да, заряженный. Да, зарядись. Да. Этот шоколад имеет в своей серии разные виды продуктов, такие как, например, лифтинг шоколад для подтяжки лица, шоколад Slim & Fit для похудения, Lab, Immunity. Конечно, безусловно, шоколад Immunity во время пандемии стал на первое место по продажам, потому что этот шоколад просто необходим сейчас людям для того, чтобы поддержать как иммунитет, так и хорошее настроение. Также в этой серии есть шоколад Sport, Easy Step. Это шоколад от усталых ног. И шоколад, поднимающий энергию. Такой дополнительной энергии в течение дня для тех, кто готовится к экзаменам, для тех, у кого сложная работа, сильное чувство усталости, они могут употреблять такой шоколад. Хорошо, Ольга, но вот эта история, это не было бы счастья да несчастье помогло? То есть вирус вам помог привлечь внимание к этой вашей разработке? Или, ну, как сложилось, так сложилось? Когда началась пандемия, как только объявили, мы увидели тот ужас, который происходил в больницах. Врачи работали круглыми сутками, не уезжая домой. И прежде всего нам захотелось помочь врачам. Мы звонили в больницу, узнавали, какое количество медицинского персонала там есть. И отправляли им шоколад, чаклет иммунити. Для того, чтобы их поддержать, поддержать их иммунитет, чтобы они не заболели. Для того, чтобы поднять немножко им настроение. Первое мы отправили в 40-ю больницу в Коммунарке. Там было 2100 врачей, волонтеров, медсестер, нянечек. И дальше эту акцию мы продлили по всей стране. Мы открузили такой шоколад в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Егоревске, в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону. И до сих пор эта акция продолжается, хотя определенное есть ослабление карантинных первых. Но, тем не менее, врачи работают в таком же тяжелом режиме. Также мы решили, что не только врачам сложно в этой ситуации, но и дети, которые попали в больницы с такими тяжелыми заболеваниями, как COVID-19. И с 1 июня, в День защиты детей, у нас стартовала акция «Помощь детям». Также мы стали возить сладкие подарки в виде шоколада с иммунитетом, поднимающего иммунитет, чарджет иммунити в разные детские больницы в разных городах России. И таким образом мы решили поддержать детей. Ну, в Латвии же тоже эта акция проходила. Да, да, в Латвии тоже эта акция проходила. И сейчас мы участвуем во множестве городских мероприятий, посвященных детям, для того, чтобы поднять детям настроение, повысить иммунитет и помочь им справиться с этим тяжелым временем, когда они вынуждены были долгое время сидеть дома и учиться не в своих любимых родных школах, а онлайн, что было сложно, конечно, для многих детей. Хорошо, Ольга. Но по поводу вашей Венспилской фабрики я хотела спросить. Вот она тоже выпускает эту серию? Или вы где-то концентрируете выпуск этих продуктов на других фабриках? На сегодняшний день фабрика Венспилс, она работает в две смены. Мы не останавливались ни на один день, что очень приятно. Так же, как и фабрики в России тоже не останавливались во время пандемии. Мы все меры предосторожности соблюдали. Маски выдали сотрудникам. Социальные дезинфицирующие средства увеличили их количество. И вот по поводу серии Charged, она сегодня выпускается только на одной из трех фабрик, потому что очень сложный технологический процесс, чтобы количество вот этих премиксов полезных веществ было добавлено точно, идеально точно в так же шоколадке, соответствовало 30-50% дневной нормы от потребления полезных веществ, которое прописано в ТРПС. Это такой документ, в котором регламентируется потребление полезных веществ. Но на фабрике Венспилс мы выпускаем другой замечательный шоколад. Это серия, которая тоже, вы знаете, во время пандемии, она была особенно актуальна, потому что это серия этнического шоколада из разных стран произрастания, которая тоже выпускается только на одной фабрике в Венспилс и на весь мир. И мы поставляем этот шоколад в разные уголки, в разные страны, в Америку, в Перу, в Китай, в Россию, конечно, в Латвию, Литву, Эстонию, на Кипр и во множество других стран. Но эта серия, поскольку люди были лишены возможности путешествовать, это, знаете, как такие мини-путешествия в разные страны. Такие страны, как Эквадор, Перу, Мадагаскар, Ганна, Ко-де-Вуар и другие. То есть каждый вкус, он дает такое ощущение, напоминание об этой стране, о вкусах, запахах, которые там присутствуют. То есть ваше производство работало безостановочно и все, слава богу, а с поставками не было проблем, вот с транспортом? Ну, то есть для вас кризис вообще прошел, так сказать, почти незамеченным или все-таки были сложности и в чем? Вы знаете, были сложности с поставками продукции из Малайзии и Китая, была приостановка, действительно, они не отгружали какао-масло, но нам очень помогли наши европейские партнеры из Голландии, которые привезли нам вовремя какао-масло, которого нам не хватало, и мы справились с этой ситуацией. Все остальные поставщики работали в штатном режиме, все поставки сырья осуществлялись временно, и у нас даже наметился рост во время пандемии, рост продаж и рост производства почти на 30% за первый квартал этого года и продолжается рост, поэтому в этой ситуации, видимо, люди заедали свой страх шоколадом. Мы рады, что мы в этот момент были рядом с вами, со всеми, кому было страшно и тяжело, и что наш шоколад скрасил самоизоляцию, страх пандемии, и кому-то, может быть, помог не заболеть. Ольга, ну, наши торговые сети довольно консервативны в восприятии новых продуктов. Вот какие-то новые подвижки произошли в ваших взаимоотношениях с продавцами вашей продукции? Может быть, они тоже повернулись к вам больше лицом и изъявили желание взять на пробу или на постоянную полку вашу продукцию в Энспилскую? Ну, пока мы согласовываем акции в сетях, это так называемые науты, когда мы вводим на временный ассортимент, и сеть может оценить, насколько этот ассортимент понравится нашим покупателям. Вот шоколад этнический уже вошел в сети на временный ассортимент, и мы ждем результата, очень надеемся, что людям он понравится, и они положительно отзовутся о нем, сеть начнет покупать уже на постоянной основе. Шоколад Чарджет мы сейчас предлагаем активно всем сетям, и я очень надеюсь, что увидев всю ту пользу, которую приносит эта линейка шоколада, они тоже, наверное, положительно отстыкнутся, но пока еще держат оборону. Понятно. Ну, можно сказать, что ваша фабрика внесла вклад в борьбу с пандемией и в экономику Латвии, потому что, в отличие от многих других производств, она не только не сократила свой выпуск продукции, но и увеличила его, и надеюсь, что так будет продолжаться в дальнейшем. Ваши работники будут получать зарплату, государство будет получать налоги, ну, а у вас будут впереди хорошие перспективы. Спасибо вам большое, Ольга, за участие в программе. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Спасибо вам. Да, и через три минутки вернемся к разговору с Геннадием Бакуниным о том, как Агентство инвестиций и развития Латвии помогает продвигать новые идеи на экспортных рынках, и действительно ли в экспорте будущее Латвии и ее путь из кризиса. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о том, как происходит жизнь после кризиса и как дела у российских инвесторов, которые вложились в латвийскую экономику и развивают здесь свои проекты. В первой части программы мы поговорили с Ольгой Муравьевой, создательницей бренда «Победа вкуса» и одной из учредителей фабрики «Победа» в Венспилсе, которая выпускает многие инновационные продукты на мировой рынок, и в том числе серию этнического шоколада, производящегося из какао-бобов, привозимых из разных стран мира и перерабатываемых в Венспилсе. И Ольга сказала, что за время пандемии производство на фабрике не останавливалось и даже выросло примерно на 30%, потому что люди заедали свои страхи и огорчения сладким. Но сладким не простым, а сладким полезным, со стевия вместо сахара и так далее. И мы продолжаем разговор с Геннадием Бакуниным, который организовал в Латвии производство домиков-трансформеров. Итак, вы получили, благодаря контакту с представителем ЛИА в Берлине, в Германии, экспортный контракт. Контракт на экспортную поддержку, да. И каковы были последствия? Ну то есть, понятно, что экспорт и в прошлый кризис вытянул латвийскую экономику, и очевидно, что сейчас какие-то инструменты поддержки, они могут быть очень важными для того, чтобы наши предприниматели нашли новые рынки сбыта. Вот как это у вас происходит? В нашем случае представительство в Германии нам помогло тем, что они нашли в местных базах данных, собрали информацию о клиентах, которые могут быть нам интересны, и даже связались с некоторыми из них предварительно, поскольку уже имели какие-то предыдущие взаимоотношения. Также у ЛИА есть в каждой стране не только представительство, но и веб-страница, ориентированная на рекламу латвийских компаний-экспортеров и на привлечение, соответственно, в Латвию компаний за границей для размещения производства, для предоставления продукции и так далее. И таким образом мы нашли несколько потенциальных клиентов в Германии и передали их нашему торговому представителю, который смог бы с ними на их языке общаться и привести к успеху. Ну, в принципе, вся ситуация на рынке радикально изменилась. То есть, если вы, допустим, ориентировались на туристический рынок, на какие-то кемпинги, которые могли бы оснаститься вашими домиками раньше, то сейчас мы видим, что туристическая сфера, ну, фактически в упадке, и вряд ли она в этом году восстановится. Как изменился спрос на существо запросов, которые вы получаете в данный момент, и стало ли их больше или меньше? Что вообще происходит? Мы действительно потеряли рынок туризма, практически потеряли рынок размещения в сфере фермерства в этом сезоне, но у нас оказалось огромное количество запросов из частного сектора, потому что люди стремятся уехать за город. И в той же Германии, например, сейчас разбронировано все на август, куда можно уехать из города, и стоимость аренды на выходные практически в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому у нас прошли три больших волны. Это волна немецких клиентов, а благодаря как раз-таки активности ЛИА, потом в Польше вышла статья про НАСА, которую мы узнали только потому, что около тысячи человек из Польши зашли к нам на сайт и оставили, многие из них оставили заявки. И на прошлой неделе комбинация этих двух очень здорово сработала в Голландии. С нами связалась, например, женщина, которая работает в комиссии по борьбе с бедностью европейской, и находится в Голландии представитель Центра предпринимательства и инноваций в Лейдене. И самое интересное, с нами связался человек, который является владельцем крупнейшей в Европе компании по сдаче временных домиков в аренду. Он работает, его компания работает больше в сфере ивентов, фестивалей, событий, всякие авиашоу, концерты и так далее. У них очень простые быстровозводимые домики, немного похожие на кубики. И поскольку у них тоже этот сезон совершенно мертвый, он прочитал статью о нас, и мы позавчера очень здорово пообщались два часа. Это было больше похоже на менторинг-сессию, чем на разговор двух конкурентов. Теперь мы думаем, как мы могли бы друг другу помочь, поскольку продукты кардинально разные, и видно, что рынки тоже. То есть менторинг-сессия – это он вас учил или вы его учили? Он нам рассказывал о том, как устроен рынок аренды, поскольку мы на него оглядываемся регулярно. И однажды, думаю, что в следующем году мы сделаем партию домиков, выберем регион и будем сдавать их по подписке на сезон. Поскольку наши домики можно использовать практически круглый год, то мы могли бы их предоставлять тем, кто находится рядом с морем, в летний сезон, куда-нибудь в охотхозяйство в осенний сезон и на горнолыжку в зимний. В то время как у компаний, которые будут арендовать домики, сезон короткий – 3-4 месяца, мы один и тот же домик могли бы прокатить 9-10 месяцев использовать его. А что, этот домик бесконечно можно собирать и разбирать? Сколько циклов сборки он выдерживает? Технология складывания разработана таким образом, что при правильном обращении до 100 циклов вполне возможно. И мы работаем над тем, чтобы мы смогли давать гарантию как минимум на 50 из них, несмотря ни на что. На 50 циклов. Да, мы хотим давать гарантию на 50 циклов. Для этого мы сейчас делаем инструкцию, потому что обратили внимание, что монтажные команды иногда не очень понимают законы физики и просто направляют усилия не туда. Поэтому у нас будет красивая брошюрка, как инструкция Икея, в каком положении, куда нажать, куда потянуть, чтобы все сработало идеально. Геннадий, слушайте, а вот эти рынки голландские, немецкие, польские, ну в особенности меня Польша удивляет, потому что мы привыкли, что поляки вообще очень шустрые, и они вот любые идеи хватают, воплощают у себя, и потом то ли окна нам поставляют, то ли продукцию сельского хозяйства, то ли еще какие-то изделия промышленные и так далее. То есть Польша себя зарекомендовала как мастерская Европы. И нам казалось всегда, что Латвия никогда не может догнать такого сильного и мощного расторопного конкурента. Вот в вашей ситуации получается как-то не так. Эта ситуация очень своеобразная, потому что мобильные домики, они как таковые не имеют своего рынка сейчас. Существует огромная пропасть между людьми, которые ищут дом для постоянного проживания, ищут прицеп-кемпер, в котором можно провести выходные или проехать по Европе. Но вот та индустрия, на которую мы рассчитываем, то идеальное видение будущего, к которому мы стремимся, где дом как мобильный телефон, когда ты его можешь взять с собой, он прикреплен к человеку, а не к месту. Этот рынок только формируется, и чем больше компаний на этом рынке появится, тем и нам будет легче. Сейчас мы сталкиваемся с необходимостью многим людям объяснять, зачем складывать дом. Они не понимают. Когда, например, в Китае и в Польше начнут делать хорошие складные домики, они составят нам конкуренцию, мы сформируем свой собственный рынок. То есть для вас приход новых игроков на этот рынок только позитивен? Да, безусловно. Потому что те конкуренты, которые есть, они или ограничиваются размерами контейнера, то есть это очень узкий и длинный дом, или это модульные дома, которые на самом деле не так уж перевозимы. Один раз их соединить можно, два раза можно соединить, но на третий раз уже будет достаточно дорогое удовольствие. Хорошо. Мы привыкли ругать наше правительство и говорить, что оно такое инертное, оно не понимает, чем живет народ, оно витает в облаках и так далее. Вот ваш случай показывает, что все-таки латвийские чиновники способны вникать в проблемы производителя, экспортера, изобретателя и действенно ему помогать? Я могу точно сказать, что нам никто не мешает. Когда у нас возникает сложная ситуация, мы всегда можем обратиться в стартап-отдел в ЛИЭ, и они нам посоветуют с кем поговорить, иногда дадут контакты напрямую, иногда устроят встречу, и это очень сильно помогает. Поэтому я более чем доволен. Может быть, есть определенная степень бюрократии, но это есть везде. Хорошо. А вот эти ваши контакты, которые вам помогли организовать в этом году с Германией, с Голландией, с Польшей, они отслеживают этот процесс, или вот они вас свели, соединили, и дальше вы сами разруливаете? Они особенно не стараются вам предоставлять какую-то опеку? По условиям контракта, по поддержке нас, мы обязаны отработать все контакты, которые они нам предоставят в 30-дневный срок, если я не ошибаюсь. Но мы не ставим представителей ЛЕА в копию, поэтому я не очень представляю, как это работает. Ну и достаточно глупо просить помочь, а потом просто эти стопки контактов бросить в дальний ящик и забыть о них. Но сегодня вы сейчас реализуете этот проект за свои деньги, или у вас есть какая-то поддержка из еврофондов, в которой вы можете распоряжаться, и которая реально вам поможет наладить производство. Мы делаем сейчас проект на свои деньги, привлекать инвестиции мы планируем в ближайшее время, но я не думаю, что получится привлечь государственные деньги, потому что мы пообщались с людьми, которые работают в индустрии строительства, деревообработки и фидбэк такой, что для того, чтобы получать какие-то евро деньги, нужно посадить одного конкретного человека, который это умеет оформлять, который умеет подавать эту информацию, и это становится выгодно только крупным игрокам, у которых 5, 6, 8 заводов, и они могут просто посадить специалиста, и он будет отрабатывать все программы, которые только можно, и находить, куда их применить. Ну, таким образом, поддержка агентства инвестиций и развития заключается в том, что они информационно вас сопровождают и помогают в контактах, а все прочие опции вы реализуете за свой счет? Да, мы реализуем за свой счет все прочие опции, потому что нам достаточно сложно заполнить анкеты и соответствовать критериям той господдержки, которая нам доступна на данном этапе. Сложно, потому что они на латышском языке или по другой причине? Латышский язык не так сложен, потому что всегда есть кого попросить помочь перевести. Сложности заключаются в том, что иногда для соответствия критериями тендера компании, которые подходят под эти критерии, компании-подрядчики, они просят на 30% больше, чем те, кому бы мы предпочли заплатить из своего кармана. И поэтому экономия, когда происходит возврат средств, она не столь велика, 20%. Но происходит она не тут же, а мы платим сначала больше, чем хотели, из своего кармана, потом акты приема-передачи, и потом в течение нескольких месяцев эти деньги будут возвращаться. Поэтому игроки, у которых один небольшой завод по деревообработке, предпочитают тоже все делать самостоятельно. А нам до своего завода-то еще расти. Поэтому у нас есть две опции. На ваучеры на 5,25 тысяч евро, на определенный спектр услуг, которые могут выполнить подрядчики. Но, например, мы не можем сделать сертификацию за счет евро денег, если у нас не будет клиента, у которого оборот 150 миллионов евро. Ух ты! А сертификация стоит примерно 5 тысяч евро. И спрашивается, нужно ли так долго искать клиента, такого большого, или, может быть, заработать самому эти 5 тысяч и вложить их в сертификацию, и быть гордым и независимым. То есть, если говорить практически и адресовать эти разговоры или рекомендации тем, кто принимает решение в Латвию, то им стоило бы пересмотреть критерии предоставления помощи экспортерам для того, чтобы оказать им реальную помощь для выхода на новые рынки или удержания этих рынков? Упрощение условий сильно бы помогло, безусловно. Как и возможность подавать документы на английском языке, например. Потому что переводы тоже отнимают много времени, несмотря на то, что они являются технически сложными. А состояние деревообработки, вот как вы оцениваете в Латвии на сегодня? То есть, вы можете, фактически, не создавая свой деревообрабатывающий завод, получить те комплектующие, которые вам необходимы? Да, нам повезло. Еще полтора года назад мы считали, что нам нужно будет первым делом сделать свою сборочную линию, но проехавшись по двум десяткам компаний, которые занимаются деревообработкой, домостроением, мы поняли, что далеко не у всех из них полная загрузка. Поэтому, если мы найдем, как делать детали, то сборку наших домов, которые занимают очень мало времени, не требуют высокой квалификации, потому что все максимально упрощено, эту сборку можно будет делать практически на любом базовом производстве каркасных домов. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Да, интересно слушать вашего гостя, интересная, на самом деле, тема. Это, между прочим, мифи, не просто так. Да, говорите дальше. Да, да, я также слышал, что это очень сильно бизнес развит в Азии, в частности, в Японии. Но у меня два конкретных вопроса, они как бы косвенно вас касаются, но тем не менее, поскольку мы в Европе, они очень актуальны. Вопросы связаны с экологией. Первый вопрос. Насколько отходно ваше производство, вот именно, про материалы я так понял, что они экологичны, но вот само производство. А второе, вы знаете, когда всегда касалось вот этого автономного проживания, будь то трейлер, домик, там, ну, контейнер какой-то приспособленный, меня всегда интересовала утилизация бытовых отходов, канализации, там, то, что люди едят и так далее. Вот как это утилизируется? Вот домик приехал, там пожили кто-то, но есть продукты этого проживания. Вот как он утилизируется? Спасибо. Да, спасибо вам. Это два почти самых моих любимых вопроса. Что касается отходов при производстве, поскольку мы делаем дома из массива дерева, из панелей кросс-эллиминейтед тимбер, которые делаются из перекрестно склеенных досок, то у нас очень маленькое количество отходов. Те элементы, которые мы вынуждены вырезать из панелей, это очень небольшие кусочки, связанные с контактами. Когда мы готовим панель, робот выкладывает доски таким образом, что у нас уже формируются оконные дверные проемы. Что касается обрезков этой древесины, которые не попадают в производство дома, они идут на две части. Брусочки, которые можно использовать как проклады для вентиляции древесины, уходят на проклады. Все, что мельче, идут в переработку в стружку и работают на отопление цеха. Во всяком случае, так устроен завод, который построила компания Vigo Group в Лимбаже, и которая помогает нам с нашим проектом. Что касается утилизации отходов, меня тоже очень интересовал вопрос, как мы будем решать эту проблему. И самый простой вариант, который я для себя обнаружил, это в английском языке есть такое словосочетание Portable Waste Tank. Это, по сути, мобильный септик. Его емкость может быть от 50 до 250 литров. А у него форма плоская, чтобы его можно было закатить под обычный автодом. То есть, его высота 20-30 сантиметров примерно. И у него есть два колесика, поэтому, когда приезжает дом, его можно разложить на брусочках, закатить туда этот септик. И примерно 150 литров это тот объем воды, который расходуется семьей из трех человек в сутки. Поэтому в случае кемпинга один раз в сутки, вдвое нужно менять эти септики. И не придется прокладывать коммуникации ко всем домикам. Соответственно, подача воды в домик решается очень просто. Насос в ближайший ручей, хороший фильтр и техническая вода для душа, раковины, унитаза более чем подходит. И сейчас мы ищем компанию, которая могла бы помочь нам подготовить базовые наборы с солнечными батареями и аккумуляторами, чтобы этот домик мог работать совершенно автономно. Потому что площадь крыши, на которую мы могли бы поставить эти батареи, она позволяет вырабатывать 3 киловатта. и это достаточно много. Если говорить в киловатт-часах, то каждый час можно было бы тратить 500 ватт, если я не ошибаюсь, в самом маленьком домике. То есть этого бы хватило на то, чтобы холодильник всегда работал и пара лампочек светили. И самое главное, что в сложном виде такая система позволяла бы домику, который просто как кубик, и в нем нельзя жить, он мог бы работать как пауэрбанк. Он бы все равно накапливал электроэнергию, и эту энергию можно было бы использовать для какой-нибудь садовой техники, или для зарядки электромобиля, или еще для чего-нибудь. Ну вы какие-то чудеса рассказываете, Геннадий, просто не верится. Мы все-таки люди, которые ориентированы на какой-то дом, который должен быть крепостью, и поэтому, ну, наверное, есть вариант присоединения этого домика к каким-то более стабильным системам, то есть к септику, который там условно зарыт на участке, и к скважине, которая пробурена. Конечно, это одно другому не противоречит, поскольку разъемы и подключения, они универсальны для обоих случаев. Но внутри там все есть, и душевая, и унитаз. Да, у нас... А как они не отваливаются при сборке? Даже наши партнеры в Вего Групп очень переживали, не отвалится ли унитаз, поскольку все инженерные коммуникации находятся в том модуле, который переворачивается. Там находится и кухонная зона, и электрика, и унитаз, и душевая со смесителями. И при первом складывании я не обратил внимания, мы забыли закрепить... Вместо того, чтобы закрепить крышку бачка, мы закрепили просто сиденье унитаза. И держалось оно... В итоге крышка бачка держалась просто на кнопке, и вот уже пять складываний, раскладываний за полгода, и она все еще не отвалилась ни разу. Так что все работает, все функционирует. Понятно. Хорошо. Я надеюсь, что благодаря инвестору из России, выпускнику Московского инженерно-физического института Геннадию Бакунину, Латвия станет центром производства домиков-трансформеров, и это станет брендом нашей страны, которая после кризиса должна же найти себе какой-то новый рынок, новую презентацию. И Латвийское агентство инвестиций и развития, как выяснилось, этому тоже помогает. Наша рекомендация сегодняшняя к правящим, наверное, заключается в том, чтобы упростить механизмы доступа к какой-то помощи государства в освоении экспортных рынков и новых технологий. А сегодня в программе «Подоплека» мы обсуждали судьбы российского инвестмента в Латвии после кризиса. И у нас два хороших примера. Это фабрика «Победа» в Энспилсе, которая выпускает шоколад на весь мир, и работает в две смены, увеличив за время кризиса производство на 30%. И Геннадий Бакунин, инициатор производства домиков-трансформеров, который приехал в Латвию по программе стартапов, реализуемой по закону, принятому нашим Сеймом. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская и звукорежиссер в студии Евгений Копейн. Всего доброго.